Это фестиваль Одесса Мама, фестиваль хендмейда и крафта. Это французский бульвар 28-30. Дата проведения фестиваля 4-5 ноября. Сегодня 5 ноября, я в своих соцсетях об этом рассказывал и в ТикТоке, и в Инстаграме, и на Ютубе. И вот, собственно, второй день фестиваля. Мы для вас сделаем репортаж, покажем масштаб мероприятия, что здесь есть. На самом деле очень много хендмейда. Посмотрите, какая щекарная тыква. Ну, как вы понимаете, фестиваль посвящен Хэллоуину. Это видно и по декорациям, и, собственно, наверное, по мне тоже. Только бред чего стоит. Просто супер бред. Мы покажем... Видите, это просится. Это просится, вот. Это тоже ваша работа, да? Вот и бред, и вот эта вот тыквочка. Мы потом подойдем к ребятам, покажем, кто что делает. На самом деле здесь очень-очень круто. Очень много локаций для деток. Разные вкусняшки. Дети там выступают. Покажи, вот там детям делают сейчас аквагрим. То есть можно просто разукрасить своих деток под Хэллоуин. Ну, или под любой другой, наверное, образ. Мы вам все покажем, расскажем. Также здесь очень много крафтовой продукции. Здесь очень много фудкортов. В общем, видео будет крутое, поэтому вот такой вот лайк поставьте нам. Ну, или такой, как показывает Валерич. Если вы до сих пор еще не подписаны на YouTube-канал Взрослый Разговор, то уже настала пора это сделать. Прямо под видео есть кнопочка подписаться. Нажимайте на нее. Рядом с ней нажимайте на колокольчик. И вы точно не пропустите ни одного видео на моем канале. Если же после просмотра видео у вас все-таки останутся ко мне личные вопросы или, может быть, какие-то предложения. Друзья, вот вы видите, вот мой Инстаграм. Подписывайтесь на меня в Инстаграм, пишите мне в личку, я отвечаю очень-очень быстро. Мы больше не тянем тыковку за хвостик, да, и начинаем обзор фестиваля. Идемте смотреть. Французский бульвар 28, дробь 30. Это замок монстров. Вот вход. Вы здесь сразу на входе за 150 ливен получаете вот такой вот браслетик. И вы на территории фестиваля. Тут сразу очень много хендмейда на входе. Вот сам этот замок. Я думаю, что мы будем его еще показывать с разных ракурсов. И давайте посмотрим, что тут есть. Смотрите, разные интересные куколки ручной работы. Вот кактусы даже есть. Супер. Все красиво. Моря, одесса. Гадание. Людей очень много. Людей очень много уже на входе. И здесь вот такая вот красота. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Надежда. Надежда, очень приятно. Расскажите, что у вас? У нас тут украшения из натуральных камней. Вот есть рубин, жемчуг. Также есть коралл, изумруд, сапфир. В общем, много разных натуральных камней. Надежда, я правильно понимаю, это все вот ручная работа? Да, да, все ручная работа. Вот этими ручками, да? Да. Сами делаете, кто-то помогает? Делаем, вот я, моя напарница, моя мама. Мама, иди сюда. Мама, напарница, я понял. Да, иди, хватит убегать. Вот, делаем вот такую красоту. Вот, можно вблизи. Это все вышито ручной работой. Это драгоценное, полудрагоценное как? Это вот драгоценное все. Это ювелирные уже кольца. Супер. Вот, можно посмотреть. Тут все в серебре, в бронзе. Натуральные камни тоже дорогие. А цены, давайте какие-то цены. Это только нижний ряд, ручная работа, остальное ювелирная. Так, по ценам я сейчас вам еще тут покажу основную красоту. Вот, это наши последние разработки. Тут все натуральные камешки, вот как на мне. Вот такие, они тройные. По ценам 350 гривен, вот такие кольца. Вот, такие кольца. Вот, и тут все разные натуральные камешки. Вот, такие вот у нас по 100 тоже с натуральными камешками. Вот, можно вблизи их показать. Красиво, красиво. Если смотреть на эти кольца, то тут уже цены чуть повыше. Тут уже, как ювелирная работа, в серебре. Это серебро, да? В районе 1000 гривен, да. И в бронзе в районе 500 гривен. Вот так. Очень красиво. Спасибо. Я вам скажу, что очень красиво. Мы уже не первый раз встречаемся с вашей продукцией. Вы только в Инстаграме, у вас нету магазина, да? У нас есть шоурум на Бунина 8. Бунина 8, приглашаете нас. Да, но для того, чтобы в него попасть, нужно написать нам в Инстаграм. А позвонить можно? Можно позвонить. Говорите номер телефона. 067-181-5046. Супер. Я ваш Инстаграм оставлю под этим видео обязательно. Кто заинтересуется, может подписаться. Да. Вот я возьму визиточку. Хотя, мне кажется, я подписан на вас, но я на всякий случай беру визиточку, чтобы точно вас отметить. Угу. Благодарю. Вот. И какие-то пожелания нашим зрителям? Желаю мира, добра, любви, позитива, много улыбок и просто любовью жить. Спасибо огромное. Огромное вам спасибо. Вы довольны еще фестивалем? Да, очень нравится. Да, классно. Много для детей всего сделано. Да, мы тоже обратили внимание, что для деток очень много. Да, и все бесплатно, да. Да, очень много для деток, да. И это очень круто. Да. Я думаю, что просто в это непростое время, ну, первые, кто должны получать позитивные эмоции, это наши дети, правда? Да, да, это очень важно. То есть мы должны для них дарить радость, показывать это все. Потому что это наше будущее, да. Они должны расти. И они не должны жить в стрессе, они должны как раз получать эмоции. Как раз фестиваль Одесса Мама вот это дает. Да, поэтому слава богу, что такое проводится. Да, и красивое место здесь такое. Спасибо вам. Спасибо, что вы участвуете. Спасибо, что вы дарите вот такую вот красоту, потому что это реально очень красиво. Вы молодцы. Вы молодцы, вы красоты. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Да, пойдем еще посмотрим, что тут есть. Давайте посмотрим, что тут за красота. Тут тоже ручная работа. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Дарья. Дарья, очень приятно. Расскажите, пожалуйста, про вашу работу. Это изделия из эпоксидной смолы. Это новогодние игрушки, так как скоро Новый год уже. Да, да, да. Разные подстаканники, подсвечники, подставочки под украшение. Все делаю ручками. Вы сами это делаете? Да, я все сама делаю. Умничка какая. А как вот, не каждый мужчина знает, как эту эпоксидку замешать. Как вы вот это вот... Вот так вот, я смешиваю специально пропорции, А плюс Б компонент, добавляю чуть-чуть любви. Но свои секреты. Я понимаю, я понимаю, что секреты... Вот видите, смотрите, здесь вот с кофейными зернами я заливала. Это можно, знаете, как подстаканник под риски, например. Да, это красиво, да. Да, да, да. Или под большую чашку кофе, да? Да, можно и под... Что-то, Валерич, тебе дракона нашел? Следующий год, год драконов. Ага. Поэтому дракончики у нас сейчас популярны. Так, ну давайте по сетам пройдемся. А вот сколько такой вот подстаканник стоит? Такой подстаканник 400 гривен стоит. Я понимаю, что он если упадет, он не разобьется. Нет. То это нужно постараться кинуть об асфальт, например. Угу, класс. Так, а другие интересные вещи? Смотрите, игрушечки по 150 гривен стоят. Класс, класс. Это наборчики. А это что такое? Это под украшения, например, или под... Какие-то под мыло, например, кто-то использует по-разному. Супер. Так, у меня вопрос. Да, слушай. Где в обычной жизни, не на фестивале, все это можно купить? На страничке в Инстаграме. У вас есть свой Инстаграм? Конечно. Вы нам дадите свой Инстаграм. Мы обязательно под этим видео оставим ссылочку. Хорошо. И все желающие смогут к вам обратиться. Номер телефона называем, что вам звонили? Да, можно, конечно. 066 704 27 47. Супер. Огромное вам спасибо. У вас действительно очень красиво. Благодарю. Мне очень приятно. Я даже себе что-нибудь, наверное, потом прикуплю. Потому что глаза разбегаются. На самом деле, и знаете, что меня еще действительно удивляет? То, что первое я сказал, что девушка с эбоксидкой работает. И вот ваша фантазия. Ну, блин, да, Валерьевич? Я в дальнейшем планирую делать столы, часы. То есть, планирую расширять ассортимент. Будет очень много всего интересного. Слушайте, ну вы крутая. Вы крутая. Как только вы что-то будете такое делать, вы нам пишите. Мы обязательно приедем, отстримим это. Потому что это реально круто. Мне нравится. А такой зайчик, это для чего? Это дед гривен. Он светится ночью. Это как мини-ночничок. То есть, я добавила туда флорисцен, и он светится ночью. Это в комплекте, да? Сколько стоит такой комплект? 350 гривен. Класс. То есть, типа ночничок, да? Да, 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 он светится. Супер, супер, супер. Так, здесь у нас есть... Это я, да, заняла мох и такие шестеренки. Прикольно. Вы кто по образованию технарь, да, судя по всему? Да, вообще экономист. Вообще экономист, да? Да. Сколько такая штучка стоит? 200 гривен. Это тоже подстаканник, да? Да, да, да. Сколько герророк? 150. Его можно в машину, да, наверное? В машину, можно на елку, куда угодно. Класс. Супер, огромное вам спасибо. Было очень приятно с вами познакомиться. Нет. Я еще потом подойду, я себе что-то прикуплю, потому что... Супер. Ну, очень приятно именно мужское мнение, потому что мужчины, знаете, не так часто подходят, больше женщины, деткам интересно. Ну, просто тут есть что взять на подарок. То есть, я уже, например, понимаю, что вот это вот можно взять просто ребенку на подарок в комнату поставить. Супер, красиво. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Мы пойдем дальше, покажем, друзья, что тут еще есть. Смотрите. Ну, тут очень много развлекушек для детей, как я уже и говорил. Вот. И давайте просто покажем, что тут есть. Тут есть и игрушки различные. Тут можно вот и попкорн. И вот такие вот разные детские аттракционы, батуты всевозможные, игрушечки. Так. Давайте посмотрим, что там, кстати, шикарная фотозона. Масфера классная. Как я уже говорил, с детьми здесь очень много сегодня пришло. И, соответственно, для детей здесь много и игрушек всяких, и фотозон, и развлекушек. Вот здесь аквагрим. Давайте покажем, как деток разрисовывают. Подойдем, пройдем. О, красиво разрисовали. Интересно. Скажите, эта краска быстро смывается, легко? Да. Это безопасно? Да. Супер. Смотри сюда. Так. Здесь вот такой вот уголок для деток, они могут играть. И вот фотозона. Сама, собственно, фотозона, где можно сфотографироваться. Такая вот, смотрите, ужасно страшная. Сам замок монстров. С этой стороны. Так. Так. Сейчас подойдем сюда. Смотрите, какая красота. Вязаные изделия. Мы уже знакомы. Дай-ка, бери себе. Лариса, здравствуйте. Здравствуйте. Мы рады вас видеть. Это мне? Мы с вами... Это микрофон, да? Это вам ненадолго. Мы с вами уже знакомы, мы с вами встречались на прошлом фестивале. Да. Вы решили повторить свое участие. Да, очень понравилось. Мы решили повторить. Сегодня всех покупателей, всех-всех в своей сети пытаюсь заманить. Да. Да, расскажите, что у вас за изделия? У нас уже немножечко теплых, теплой продукции появилось, так как уже близимся, да, к зиме. То есть наши сумочки, которые и зимой, и летом. Шапки, панамки, рукавички, очень много всего. Сейчас еще будут балаклавы. Детки сегодня разобрали балаклавы. Именно детские, да? И вчера, и сегодня, да. Ну, честно говоря, я тоже такую ношу, поэтому они не совсем детские, да. Так, ну вот это вот я в вашем берете начинал видео. Сколько такой берет стоит? Такой берет был, ну, вообще для нас, для образа, так скажем. Люди не совсем покупают, но можем отдать за символические 250-300 гривен. Серьезно? Вот так вот, да. Потому что это вот... Так, красиво. Честь праздничка. Честь праздника можно и вызвать. А ты какая-то такая? 100 гривен, маленькая, вот как декор. Здорово, хватило. Очень симпатично, да. Что-то я чувствую, что я сегодня очень много денег потратил здесь. Расскажите за вас и сумочки. Сумочки очень много, кто просит. Это поролон внутри этих сумочек. Они очень-очень популярные, очень вместительные. Все их полюбили очень, поэтому мы стараемся. Вот такие самые ходовые цвета. Есть у нас сумочки. А, я знаю, большой вес выдерживают, да? То есть на привоз за картошкой можно... Да, мы же с вами уже говорили, да, картошка 100%. Мешок картошки влазит аж бегом. А есть сумочка для мужчин. Сегодня сказали, да, что вот это для мужчин, папа, это для тебя. Поэтому вот такие вот есть для мужчин. А вот там вот интересные такие вещи. Я бы вас попросил бы примерить, если было бы теплее, но пока уже... Хотя на вас же что-то тоже сети где-то, да, ваша? Все есть у меня в Инстаграм. Там все примерено. Можно посмотреть, кому интересно. Сейчас уже, конечно, более тепленькие. Вот паутины наши, которые все просят. Это мы просто днем и ночью работаем, чтобы все ходить, чтобы всем было тепло и красиво. Лариса, давайте напомним, что это все ручная работа. Я правильно понимаю? Да, это все ручная работа. Инстаграм у вас интересно называется Вузел, да? Вузел, да. Вузел. Да, потому что начиналось все вот с узелков. И пошло-поехало крючком вяжем, спицами. В общем, просто вот это вот просто связано ручками. Без ничего. Я понимаю, что любое изделие можно у вас заказать, да? Да. То есть здесь сейчас какой-то, ну, не самый широкий ассортимент, наверное, представлен, да? Да, да, они самые широкие, уже много разобрали, плюс, да, они самые широкие, плюс мы еще на заказ. То есть если вот что-то увидели, картинку и хотите, спрашивайте, все сделаем. Ссылку на ваш инстаграм я оставляю под этим видео. Да, обязательно. Вам также можно звонить. Конечно. Говорите номер телефона. 050-009-5404. Шоурума у вас пока нету, то есть есть все в инстаграме? Да, есть все в инстаграме. Но вы работаете над этим, да, в процессе? Да, очень хотим, что люди хотят примерить, и поэтому очень хочется уже... Супер, огромное вам спасибо. Спасибо вам. Вы вообще довольны фестивалем? Да, очень довольны. Я просто даже вот, люди просто примеряют, смотрят, могут не купить, но вот общение с людьми и то, что они пощупали, потрогали, очень мне... Ну, тут же вопрос не в покупке сразу, потому что кто-то вообще был не готов к тому, что есть такие сумки, но человек посмотрел, запомнил и в следующий раз или там подумал себе что-то и придумал, правда? Вот я честно, я вот по поводу беретта и по поводу тыковочки я задумался, я похожу и, может быть, даже к вам подойду. Торговаться с вами можно, если что? Ну, конечно. Все, Лариса, огромное вам спасибо. Мы пойдем дальше, потому что хендмейда здесь очень много и на самом деле глаза разбегаются. Спасибо вам, пойдем вот дальше. Вот смотрите, вот эта тыковка, она тоже была. Прямо на самом вот вступлении. Здравствуйте, это микрофонщик. Как вас зовут? Ирина. Как? Ирина. Ирина, здравствуйте, еще раз. Здравствуйте. Расскажите про свою продукцию. Продукция сярочной работы 100% из шнура полиэфирного, натуральная кожа, популярная модель сумки с акриловыми боковинками. Мы выполняем заказы и отдаем то, что в наличии. То есть вы лично сами все это делаете? Сами. На машинке шьем, ручками делаем, все, все отдаем в ручку. К слову, угодно. Это такой шоппер, да? С ним можно смело на привоз за картошкой ходить, да? Да. Выдержит? Выдержит. Сколько стоит такая сумочка? Сейчас скажу. 1650. Согласен, за картошкой, наверное, не самый лучший вариант. А вот эта тыква, которая уже легендарная. 450 гривен. 350 гривен? 450. 450. А я сразу торгуюсь, да? Да. Это ваш инстаграм? Да. Мы его оставим под видео всех, кто заинтересовался. Это что, это как подушечка? Кто под пуфик, кто под подушечку. Просто декор, да? Да. Класс. Кто-то может хэллоуин устроить. Кроме инстаграма, у вас есть где-то шоу-рум, что-то? Страничка в инстаграме, все больше нет. Номер телефона, по которому звонить, есть? Даете? Не даю. Не даю. Ага, я понял. Кокки отничаю, хорошо. Спасибо вам большое. У вас все красиво. Это под телефоны, да? Это вот сейчас, я знаю, очень модно. Да, очень модно. Летом выполняла большое количество в разных цветах. Девочки любят особо не искать в сумке большого. Просто для телефона? Просто для телефона. Сколько такая штучка стоит? 350 гривен. 350 гривен. А вот такая вот? 650. Это под флягу, да? Ну вот Валеричу под флягу. И она как раз ему и подходит даже. Да, Валерич? О! Отлично. Твой размерчик. Супер. Так. Видишь, и тебе что-то можно найти. Не только, здесь не только женское. Тут главное включить. А вот это для чего? Тапочки. Не-не, вот это. Конфеты, полотенце, ванную. Как шапочку можно использовать? Нет. Вы не думали об этом, видите? А мы просто ее перевернули. Да. Мы всегда ищем нестандартный подход. 450 гривен. Конфетница, она же шляпа. Феска. Феска. Вот, нам подсказывают. В общем, вариантов уже много нашли. Супер. И вот такая сумочка. 1450. Я думал, 14 тысяч. Честно говоря, немножко даже страшно было цену. Потом присмотрелся и все-таки 1450. Это ваш бренд? Да. Класс. Я думаю, что девочки такое любят. Скоро Новый год. Скоро Новый год. Да, на подарки можно, да? То есть не обязательно это должны смотреть девочки. Это могут смотреть и мужчины, которые готовы сделать подарки. Правильно? Да. То есть вы понимаете, можно купить сумку, можно украсить кухню. Ванную комнату. Можно перейти к декору стола. Салфетница под тарелку. Тарелку, пилочку, ложечку украсить красиво. Стаканчик добавить. Уже Новый год будет. То есть все ограничивается только нашей фантазией. Но даже если наша фантазия не работает, вы подскажете, да? Конечно. А это что? Это для чего? Сумочка. Просто сумочка? Сумочка по телефону, смотрите, можно поместить туда с кожаным ремешком. Класс. Сколько такая сумочка? 1350 гривен. Я понял. Слушай, ну супер. А тапочки, это тапочки вы сказали? Тапочки, тапочки. А из чего они? Это называется нитка в букле. Они не скользкие? Вот если дома ходить, я же понимаю, это комнатные тапочки? Комнатные, да. Потому что я знаю, вот иногда в носках идешь по квартире и скользко. И падаешь. Ну если у вас есть поверт, то нет. Я понял. Опять же, если матовая плитка, то нет. Если вы ее натираете смылом с крючками, то, конечно, может и вы не поскользнутся. А вы сейчас предложили красную идею, натереть плиткой и кататься по квартире. Нет льда, да? Да, да. Снега нету, льда нету. Просто многие удивляются. Вот мы сейчас там где-то снимали и говорили, что скоро Новый год, а женщина там возбуждает. Да, скоро Новый год, а у нас жара. Ну, Одесса. Это Одесса детка, правда? Да, и скоро свет будет выключать. А у вас теплые тапочки. Дай бог, не будут. Не будут. Все, вы делаете все, что угодно. То есть под заказ любые, я так понимаю, варианты. Спасибо огромное. Было с вами приятно познакомиться. Мы обязательно ваш инстаграм оставим под видео. Вы себя смотрите на YouTube-канале «Взрослый разговор». Да. Спасибо вам большое. До свидания. Здравствуйте. И снова здравствуйте. И снова здравствуйте. Мы с вами уже знакомы, мы с вами уже встречались. Да, знакомы. У вас очень-очень красивые игрушки детские. У меня есть тематические на Хэллоуин. Это вы сейчас к Хэллоуину подготовились и сделали? Да. Вот этот у меня паучок-тыквочка вообще. Да. Вот такой вот интересный мужчина. Класс, 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 класс. Сколько такая красота стоит? Паучок у нас стоит 500 гривен. Он тут вышитый получается. Пакутинка у него вышитая. Котик остался, я его помню. Или это другой? Котик остался, да. Я помню этого Котик. Его и все смотрят, смотрят. Остался. Много разных супергероев у вас. По чем они такие? 200-250. 200-250. Angry Birds, пожалуйста, есть, да? Ну да, вот они тут, 3-5. Какие хочешь. Жабки такие? Мишка, вот у меня есть такой вот волшебник он. Мишка. Да. Это с чем он? Ну, палочка волшебная. Ага, это волшебный мишка. Или трость, или палочка волшебная. Как хотите, да? Да. Аня, у вас есть инстаграм, да? Есть, но больше фейсбук. Больше фейсбук. Давайте вы тогда назовете номер телефона, по которому вам можно звонить и заказывать эту продукцию или любую другую. Говорите номер. 097-907-23-19. Пожалуйста. Делай игрушечки на заказ. Любые супергерои. Ну и там вообще подарки разные. Супер, огромное вам спасибо. Вам спасибо, вам спасибо. У вас очень-очень красиво, это действительно интересно. Спасибо. Вот. Мы пойдем дальше. Вам вообще как, на фестивале нравится? Вы довольны? Да, да. Пускай приходят. Пускай приходят, пускай вас находят. Ну и любые другие следующие фестивали, которые будут, они по-любому будут, их будет очень много. Да. Спасибо. А мы будем многих наше это делать. Спасибо вам огромное. До свидания, до свидания. Я, наверное, эту тыковку потом куплю. Я не знаю, я уже что-то на нее глаз положил. Здравствуйте. Как вас зовут? Ирина меня зовут. Очень приятно. Ирина, расскажите про себя, про свою продукцию. Что у вас можно купить? Я приехала с города Винницы. Ух ты. Специально на фестиваль, потому что мне и очень нравится эта тема. И для нашила, прежде всего, наших ведьмочек чудесных, кошельков. То есть вы не приехали, вы прилетели, я так понимаю, на метле, да? Типа да. Естественно. Да, да, да. Вот. И что у меня продукция? Эко-кожа, высококачественная и доступная по цене. И все мы придумываем сами. Весь дизайн, всего, что вы видите, разрабатываем сами. Супер. Цены очень демократичные, чтобы каждая ведьмочка себе имела возможность купить все, что хочет. И не только ведьмочка, очень много патриотичного, детского. И для мужчин. Это обложки для паспорта, да? Да, это обложки. Все вручную, ручьями вырезается, вот это пришивается. А чем такая обложка? 150 гривен. 150 гривен – это кожа? Эко-кожа, анти-коготь. То, что не царапается. Мы идем в Европу, поэтому я за эко-кожу. Это что? Это косметичка. Косметичка. Да. Сколько она стоит? 150 гривен. Это ключница, да? Да. Это я пока то, что понимаю, потому что в некоторых женских вещах я, наверное, не знаю. От 50 гривен ключница, да. И разные сумочки. Да. И тематичная сумочка. Сколько такая? Такая 850. Барашек. Сейчас в годе этот Тенни Барашек перебил мне все остальные сумки. И вот такие вот. Наша художница рисует. То есть очень много всего, что вы видите, интересно. А сколько такая вот бананка? 550. 550. Да. Работаем на опт, на розницу по всей Украине и за границу очень много отправляем. Давайте посмотрим вот этот рейтмочек поближе. Давайте. Это сумочки, да, у вас? Это сумочки. Так, сейчас. Ну, это как ни крути, это женские, да? Нет, ну, мужчины, наверное, тоже могут, но с другого я думаю, я думаю, в моем окружении нет мужчин, которые такое оденут. Да. Вот. Хоть мы и идем в Европу. Но не так. Но не полностью. Но не так быстро, да? Да. Полностью открывается ручка. Ага. Вот такая она в форме кроссбоди, золото, серебро, не боятся шариковые ручки. Можно рисовать, рукой вытирается. Супер. И я как производитель даю гарантию, пока не надоест. Вот такая у меня гарантия. Гарантия 200 тысяч пробега, друзья. Да. Пока не надоест. Да, пока не надоест. Так, именно. Наши зайчики и патриотичные, разноцветные подушками кармашки, тоже очень классные. Это как рюкзачок или это сумочка? Именно это рюкзачок, есть сумочки. Детские, да, такие? Ну, хоть неправда. Не обязательно, нет? Не обязательно. Я с таким в Голландию ездила, только в большом размере. Там просто были все восторги, со мной фоткались. Ага. Да. Тоже 750, 850 в таком плане. У вас много разного всего интересного. У вас можно найти в Инстаграме, да? Да. Пожалуйста, подписывайтесь. Я под этим видео оставлю ссылку на ваш Инстаграм. Всех, кто заинтересовался, вам можно звонить. Вы отправите по Украине. Я отправляю и за границу тоже очень часто. Говорите ваш номер телефона. 067 704 27 79. И плюс, я пишу стихи, выпускаю книжечки. Сейчас в продаже в ней детская книжечка. Валерий, ну-ка дай мне книжечку детскую. И каждому, кто после этого видео подпишется и что-нибудь приобретет от 200 гривен, эта книжечка будет в подарок от меня с подписью автора. То есть, подпишется на Инстаграм? Да. И приобретет? Вот 200 гривен, просто чисто символически. Так, корыщие вещи. Книжечка о наболевшем, о телефоне, о том, как подозревать, ну, жадность, дружба, такие темы поднимаются вечные. Но они написаны с юмором, доступны и очень легко учатся наизусть. И поэтому дети их читают, даже те, которые не читают. На какой возраст рассчитаны? От 2 до 10 лет. Вот такой респект, да. Супер. Да. Алина уже даже нашла про свою дочь, да, что-то? Да, и про Софийку. А, Софийка Вертуля, да-да-да. Про Софийку, Мила, такие самые популярные имена, они реально прикольные. Про Александру есть что-то? Надо, напишем. Я пишу под заказ. Напишите. Пишу гимны, песни, и сейчас пишу цикл колысковых для детей, потому что не высочает нашим детям. То есть вы творческий человек со всех сторон, да? Ну, да. Ну, талантливый человек, он талантливый во всем этом. Не правда, не во всем. Нет? А в чем вы не талантливы? В чем я не талантлива, я не умею в интернете работать. Например, мне оптовый прайс нарисовать, написать в Excel, я плачу и зову кого-то на помощь, нажать лишнюю кнопочку, мне тяжело. Вы на самом деле научитесь, это не самое сложное. Нет, это... Мне кажется, вот это гораздо сложнее, чем таблица в Excel. На мой, на мой, как говорится, рост. Это на ваш. Да, потому что мне в Excel как раз гораздо проще работать, чем что-то вырезать, вот сделать руками. Я же понимаю. Можно я вину? Да, можно, Алиночка, конечно. Мне кажется, вот мне тоже тяжело иногда в интернете сидеть, отвечать, да, там нажимать те же кнопочки, правда. Но, правда, вы сказали, что легче делать то, чем ты занимаешься. То есть каждый должен заниматься своим делом. И развивать свои сильные стороны. Да, вы вот такой красотой занимаетесь, это правда. Да, я с рами, а у вас получается нажимать на копочки, нас снимать и показывать, правда? Конечно. Я убежала. Спасибо, Алиночка, спасибо. Мы к вам подойдем обязательно. Я вас эту книжечку заберу, придурочка. Хорошо. Меняем на сыры. О, кстати, можно бартер, можно по бартеру. Да, у нас сейчас можно. У нас сейчас такая жизнь, мне кажется, больше бартер работает, чем деньги. Но самое главное, это настроение, наверное, которое получают ваши покупатели и вы в том числе. Потому что, да? Да, я делаю с любовью, с энергией, вот эта энергетика, и люди это носят, чувствуют. Она передается через мои изделия. Чувствуется, что вы мега позитивный человек. Огромное спасибо. Вот я постоял с вами, я зарядился позитивом, это очень круто. Солнечный Винниц, огромный привет. Я очень люблю ваш город. Я достаточно часто там раньше бывал, очень часто, сейчас режу. Но вот в августе тоже был, так что все нормально. Спасибо большое. Обязательно визиточку вы сами подпишитесь. Я уже взял визиточку, я подпишусь и, естественно, отмечу вас. То есть вы увидите это видео. Хорошо, будете в Виннице, обязательно приезжайте. Я открываю через неделю свой магазин в Виннице в центре. Ух ты, класс. Наконец-то. Говорите адрес сразу. Грушевского, 48. Что там, это отдельный магазинчик, да? Это будет магазин обувь моей подруги, коллеги и мои сумочки. И там будет отдел с вашими сумочками? Да, возле башни, в самом центре Виннице. Круто. Огромное спасибо. Мы обязательно заедем, обещаем. Ну а кто из Винницы уже посмотрел, уже знаете, что все это теперь будет не только в Инстаграме, не только в Интернете, но еще и... Просто будет знать точную дату открытия с шампанским шариками и розыгрышами призов. Мы сейчас бросим все и поедем в Винницу. Вы нас практически уговорили. Было очень приятно с вами познакомиться. Огромное спасибо. Взаимно, спасибо, что приезжали на этот фестиваль. Я благодарю организаторов за такой чудесный концерт, за возможность во время войны немножко поднять все настроения. Да, это очень важно, я с вами согласен. Мы, кстати, обязательно найдем организаторов и тоже возьмем у них интервью и с ними пообщаемся. А вам большое спасибо. Все, хорошего, слава Украине. Героям слава. Друзья, посмотрите, какая красота. Что я такого интересного тут нашел? Класс. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Диана. Диана. А вас? И Катя. Катя, очень приятно. Вы делаете такие коврики? Да, это полностью ручная работа от начала до конца. Это тафтинговые ковры. Что такое тафтинговые ковры? Есть специальный пистолет, который мы используем, натягиваем полотно и на нем рисунок. И мы строчим из ниток обычных. Супер. Я смотрю, что это, ну, наверное, каждый ковер, он индивидуален, да? Скорее всего, вы не повторяетесь. Второго такого не будет ни у кого. Супер. То есть, под заказ, вот любая моя фантазия, вы ее исполняете, да? Да, вы скидываете нам фотографию и говорите, какого размера вы хотите. И мы за неделю это делаем. Можно даже свою фотографию скинуть? В теории можно, на практике будет... Сложно. Ну, не сложно. Или карикатура будет, да? Или карикатура, да. Будет более мультяшный персонаж. Ага. Расскажите, стоимость. Стоимость сейчас маленький от 500 гривен и выше. Все зависит от размера. Тут цены есть, да? Да. И они такие, я говорю, не скользящие, да, такие? Есть и петельки на них. Их можно повесить. Их можно использовать как, вот, например, такой. Это как подставку... Не подставку для рук, а для ноутбука. Ага, класс. Чтобы было тепло и не было туннельного синдрома. А также можно подставку под горячее использовать как лежанку для питомца. Ух ты, класс. Либо просто повесить на стену и будет как объемная картина. Такое огненное сердце, посмотри, класс. 900 гривен. Я подумал, а вот коврики в автомобиль можно сделать? Можно, но не быстро. Там грязно. Не, ну, если босиком ездить, вот так, знаете, как по-богатому, да? И на каблуках, да, я думаю, можно. Слушай, мне просто круто было бы, да, вот так? Вообще, ну, интересно. Сердечко вот такое, две с половиной. Как вас можно найти? Где? У нас есть инстаграм. Наш магазин называется Пав Пав Таптинг. Ага. Вот, заходите на наш канал, подписывайтесь, ставите лайки и... И заказывайте. И заказывайте, да. У вас есть номер телефона, называйте, по которому можно звонить и вам... 093-93-56-265. Вы можете написать в Вайбер, Телеграм, в любой мессенджер. Мы ответим. Супер. В кратчайшие сроки. Это вообще очень интересно, это очень необычно. Это недавно начала появляться, я так понимаю, да, вот эта фишка? Ну, за границей уже давно, а в Украине вот только появилось. И это сейчас в самом тренде, потому что объемные картины, они в самом топе сейчас. Ну, это на подарок, да, идеально, то есть, мне кажется. Вообще-то, на подарок маленький, когда вы не знаете, что подарить, но хотите что-то особенное, вы можете с питомцем или вообще с любой другой, с логотипом вашей компании. Либо просто что хотите. Ну, говорится, что подарить человеку, у которого все есть, да? А вот такого точно нету. Точно. А и курочка, что это у вас за курочка, расскажите? Это наши домашние джерки из куриное собственное производство. Да, собственный рецепт. Класс. Когда вы все успеваете? Делаем на заказ, отправляем почтой в любом количестве и из любого мяса, какое вы захотите. В данном случае это курица, то есть можно сделать и с баранины, и с свинины, и с говядиной. Какое мясо заказываете, в каком количестве, все в вакууме, все хранится долго, можете за это не переживать. Супер. Как вам фестиваль? Отлично, нам очень нравится, вчера было невероятно весело, и сегодня... Вы нашли какие-то новые контакты интересные, с кем-то познакомились? Да, нам очень понравились соседи, мы уже тут и прикупили и украшения, и остальные продукты, нам очень нравятся. Супер. Улыбнись, скажи так. Улыбнитесь, вас снимает нескрытая камера. Огромное вам спасибо, вы мега позитивны, я уверен, что ваша продукция... Мы с Харькова, и мы специально приехали ради этого фестиваля сюда. Супер. Солнечному Харькову привет, мы знаем, любим ваш город, очень часто там бывали, так что немножечко... Спасибо, что пригласили. Спасибо за проснеприимство. Вам понравилось здесь, да? Да, было очень приятно, да. Спасибо большое, до свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Марина. Марина, расскажите, что вы делаете на этом фестивале? Что вы представляете? Мы приносим радость детям. О, супер. Радаем очень интересные игрушки, которые развивают, в первую очередь, моторик у деток. Это термомозаика, вот она у нас представлена. Ага. Термомозаика, это что такое? Термомозаика. Это вот такие специальные поля, колышки, на которые накладывается мозаика. Потом проглаживается утюгом, через кальку, и получаются различные фигуры. А, и все, и она уже там навсегда остается, да? Нет, не навсегда. Не можно снять? Да. Снимаешь и выбираешь другие цвета, другие формы. Они есть в наборах уже определенных, а есть просто по цветам пусины. Это какая-то новая фишка, я такого еще не знаю. Производство Дании, это очень классно развивает, в первую очередь, моторик у деток, ну и усидчивость. Какие цены? Это цены, да? Да, это цена, это 3 тысячи, это ребенку хватит. Надолго? Да, 15 с формой. И отдельно формы, да? Да, отдельно формы. Ага, то есть, вот, купил вот формочку, да? Круги, принцессы, шестиугольники, кветочки, все различно. А что это такое? А это переводные такие наклейки на различную тематику, пираты, принцессы, конные гонки, рыцари, космос. Это на тело, да? Нет, это вот картина, на ней ребенок распределяет в зависимости от фантазии. Это переводные в воду, как раньше мы им указали, нет? Нет, монеткой, монеткой затираются, и животное переводится, или какой-то герой в определенном месте. И ребенок создает сам свою историю. Круто. Да. Да, прогресс шагнул. Потому что я еще помню, помнишь, где-то в детстве были такие, которые в воду макали и делали переводочки. Это что такое? Это светлячок на пальчик. Типа ее? Это ночью играть. Да, здесь скачивается мобильное приложение, можно делать разные видеоролики. Еще у нас представлены пазлы известных художников. Известные картины различные. Пазлы – это круто. Пазлы – это развитие. Такие для более взрослых. Патриотическая серия. Супер. Это вот города есть, да? Вот есть Одесса, да? Да. Из пазлов. А, он так… Ага. То есть это Украина, да? Да. Да. То есть это пазлы круто. Термомазайка тоже у нас присмотрена для юных патриотов. В таких цветах. Супер. А также вот такие вот крутые мыльные машины, машины мыльных пузырей, которые генерируют различные формы и размеров пузыри, от маленьких до больших, их много. А это что такое, карты? Ух ты, класс. А качество у них хорошее, да? Это очень хорошее качество. У нас интернет-магазин, это наш товар. У вас есть свой интернет-магазин? Да. Как вас можно найти? У вас есть визиточка? Визиточка с собой нет, только название. Говорите название. Тойлинк. А, Тойлинк. Вы в Одессе находитесь еще, да? Мы находимся в Одессе, доставляем по всей Украине. Хорошо, мы сейчас запишем все ваши названия, оставим ссылочку под этим видео обязательно. Инстаграм какой-то у вас есть, да? На пром.ua у нас. На пром.ua. Наш интернет-магазин расположен на платформе пром.ua. Хорошо, вы нам дадите сейчас контакты, мы их запишем и оставим под этим видео ссылочку. Номер телефона какой-то, по которому можно звонить, заказывать есть? Говорите. 097-28-48-492. Супер, огромное спасибо, у вас реально очень-очень круто. А это что-то, это просто жвачки? Это конфетки. Я думал, какие-то приколы нет? Нет, жвачки и жевательные конфетки. Все, супер, спасибо большое. Это мы в подарок дарим. Понял, спасибо, до свидания. До свидания. Друзья, это наши любимые орешки. It's my nut. Мы уже много раз вас показывали на разных фестивалях. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Александра. Александра, мы с вами тезки. Это прекрасно. Это прекрасно. И у вас орешки очень прекрасные. Расскажите, пожалуйста, какие есть вкусы. Потому что у вас вкусы на самом деле необычные. То есть это не то, что продается в супермаркетах в обычных упаковках. Да, такого в магазине не найдешь. 100%. Каждый мешочек со своим вкусом. Есть сладенькие, есть соленые. Давайте по порядку. Это фисташка с травами. Соленый микс три вида орешка. Очень вкусный, да. Это который еще с сыром или нет? Нет, нет. Вот карамель с пармезаном. Вот это обалденный вкус. Есть соленая карамель. Есть вяленый томат, укроп и чеснок и остренькие с аджикой. А тут уже сладенькие идут. Это карамель с корицей. Это мой любимый тоже. Сливочная карамель. Я сейчас выскажу свое мнение. Вот с сыром, если брать солененькое, это мое мнение. И карамель с корицей, это вот то, что можно есть вообще бесконечно. Это сладенький микс. Тут каждый орешек со своим вкусом. Да. Это с вишенкой миндаль. Рафаэлла, как конфетка. Обалденный. Рафаэлла я не пробовал. Давайте я вас угощу. Там не одной достаточно. Да. И с трюфелем. Класс, Рафаэлла вкусная. А этот трюфель я пробовал. А это что? Это сливочная карамель. Они сегодня популярны. Почти все разобрали. Нет, тоже вкусно. Но я остаюсь при своем мнении. Пока для меня это топ вкус. Вас можно найти в Инстаграм. Вы продаете только через Инстаграм. Либо на вот таких вот мероприятиях. Да, пока да. Я ссылку на ваш Инстаграм оставляю под этим видео. Все желающие, кто хочет приобрести, могут заказать. Вы отправляете. Да. Делаете доставку и по Одессе, и по Украине тоже отправляете. Да, да. Они есть фасованные, упакованные. То есть здесь представлены так на развес. Это все вкусы, которые есть? Или у вас есть еще? Нет, есть еще. Не все представлены. Не все успели сделать или что-то съели уже, да? Да, но не все. Сколько на фестивале стоит, чтобы купить? 100 гривен порция. Вот такая коробочка. Сколько там? Они все по-разному весят, поэтому точно веса не могу сказать. Понятно. То есть вот такая порция. Александр, огромное спасибо. Спасибо вам. У вас все очень вкусно. Мы это подтверждаем, потому что знаем вашу продукцию. Спасибо. До свидания. Здравствуйте. Добрый день, Сан Саныч. Слушайте, у вас тут так все интересно. Расскажите, что вот это вот за мензурочки? Смотрите, здесь у нас егермейстер, здесь у нас дайкири, но в нашем исполнении. То есть шотик, вот так он выглядит. Здесь у нас в тыковке пунш. Там у нас джин, то есть вот так вот тляп. И набираем цитрусовые и тоник. Из добавочки и рома. Здесь у нас вот детский лимонадик. Без алкоголя. Алкоголь-фри, да? Без алкогольный детка. Яблочки в карамели. Что-что? Для деточек. Яблоко в карамели для деток. Ух ты, класс. Также делаем бананы в карамели. Угу. Хорошим деткам мандаринку в подарочек. А плохим? Плохим яблоко дадим. Плохим лимончик. Лимончик, да. Также на украшение идет такое вот. Мешки гамми. Здесь у нас жучки мармеладные, чтобы деткам нравилось. И карамель. Варим сами. Класс. Подача идет сразу. Супер, супер. Перед глазами. Очень красиво. Вы, кроме фестивалей, где-то участвуете? Где у вас можно эту продукцию все купить? Пока у нас первый раз. Вы первый раз, да? Первый раз. Но я думаю, в будущем нас можно будет найти. Есть инстаграм, который можно оставить или пока нет? Да, конечно, инстаграм, если что приглашать, шумко, нижний пробел, м. Отлично. А вы мне сейчас дадите в инстаграм, мы под этим видео обязательно ссылочку оставим. И, собственно, то есть это у вас все крафтовое, все вот как бы, я правильно? Конечно. Супер. Очень, очень красиво. Было приятно с вами познакомиться. Ну, пробовать не будем, потому что за рулем, но у нас есть специально обученный Александр Валерьевич, который, я уверен, что подойдет, попробует. И потом, я всегда говорю, если это видео вышло, значит, с Александром Валерьевичем все хорошо, значит, все нормально. Это самое главное, что у всех все хорошо. Огромное спасибо. Передавайте микрофончик вашему соседу. Макс, привет. Приветствую. Привет. Да, салют. Ты сегодня ковбой? Конечно. Я сегодня в Анхельсинг. Ага. Да. Слушай, ну, круто. У тебя, как всегда, устрица. Всегда самые вкуснейшие, самые свежайшие устрицы с лимончиком. Все как полагается. У нас вот такой вот, так сказать, амплуа. Антураж. Да, антураж вот такой. Очень красиво. Очень аутентично. Да. Ага. А расскажи, что по чем у тебя? У нас только остались самые маленькие, размер троечка устрицы. Это Supreme de Premier, страна Ирландия. Как бы отдает морским послевкусиям. Кому-то напоминает это сырой лосось, либо же какой-то кислый огурец. Вот. Вчера у тебя были еще другие. У нас была единичка размер и двоечка. Но так как на них спрос большой, их быстро раскупили, съели и остались довольны. Какая была фестивальная цена? Фестивальная цена 90 и 100. То есть 90 за размер номер 2 и 100 за единицу. Мы уже не раз пробовали у тебя устрицы, поэтому подтверждаем, что они действительно классные. Я лично пробовал. Видео после этого выходят, значит все нормально. Да, разумеется. Кроме фестиваля, где еще можно приобрести твою продукцию? Можно заказать бесплатно доставкой от дюжины 12 штук. По Одессе будет доставка? По Одессе, поселок, ну то есть по Одессе и по области. Говори номер телефона. Номер телефона вот. Номер телефона вот, то есть ты его не выучил, я понял. Да, все как полагается. Ну и ссылку на твой инстаграм я оставляю под этим видео. У меня есть твой инстаграм, я на тебя подписан, если я не ошибаюсь. Вот. Ага, вот. Все показывает, все нормально, есть инстаграм, верим. Все, как нужно. Все, кто хочет, может связаться и... Да, позвонить. Свежайшие... Ничего, 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 только бизнес. Свежайшие устрицы у тебя. Огромное спасибо. Все, рады были видеться. Надо, чтобы ты попробовал все-таки. Спасибо, Макс. Валерич, надо, чтобы ты прямо сейчас что-то попробовал и убедился. Мы хотим убедиться в качестве вашей продукции. Вот у нас есть специально обученный. Валерич. Это здесь специально. Сначала это, потом это. Это листовка, да? Это не кишневка, это егермейсер. Егермейсер, давай. Это должно быть вкусно. Дети, никогда этого не повторяйте. Хоть фестиваль как бы на 90% детский, но есть такие вот для родителей. А теперь вторую сразу. Пехтусинчик. Пехтусинчик? Да. Мне надо сразу второй закинуться, да? И тогда будет эффект. Ну, заполнить вкус. Ааа. Не, классно вот это. Угу. Такое. Ну, мы старались. Долго прорабатывали. Пусть трав больше встает. Такой путь тигремейсер идет сладко. Да. Вот это не ты вообще. Да? Мы старались. Еще раз, друзья, напоминаю, что если это видео вышло, значит все нормально с Валеричем. И настройки. Песнячек такой. Честерек в детстве, вот, от кашля. Ребят, огромное спасибо. Еще раз говорю, что ваши все контакты у нас под видео, да? Инстаграм мы оставляем. Ты взял Инстаграм, да? Да, конечно. Все, ребят, успехов. До свидания. Дын-дын. Все. Деток сегодня развлекает краи на Мрии. Тут много конкурсов, танцев. Детки выступают. Один, два, три, по четыре детинки. Ну, как так можно? Ну, все, манты такие, сможете? По четыре, по четыре стати. Не, не сможете? Давай еще ближе сюда. Ну, и, конечно, пока дети веселятся. Что, приготовили? Фудкорты есть для родителей. Очень много вкусняшек здесь. Мы сейчас пойдем все это покажем обязательно. Море хвилюется, три. И все цунали. Вот там вот места, где можно просто посидеть, отдохнуть, перекусить и подождать, пока ваши детки веселятся. А кого спи, малым? А вот, собственно, сам замок монстров. Море хвилюется, но еще не все. Не все. А может, мы батьков тоже хвилем? Ну, и все, мы заберем всех ваших батьков. Да? Нет? Да? Нет? Да, нет? Забирали батьков? Нет! Нет! Ну, все, все, все. Я зрозумела. Я забираю батьков, домовилась. Все, я их забираю. Все, пока будут забирать батьков, идемте посмотрим фудкорты. Тут кормят одесские майсы. Как всегда, много разной одесской вкуснятины. Тут и кукуруза, и гринтвейн, естественно, мангал. И вот разные-разные вкусняки. Рыбки. Взрослый разговор. Да, тут как тут, здравствуйте. Вкусняшки. Идем посмотрим, что еще тут есть. Тут красивые девчонки, да, подсказывают, есть. Их очень много. Сити буфет кормит. Немного, да, ты ложишь это все. Очень много разных, разных-разных вкуснях. Я оставлю ссылки вот и на Сити буфет, и на всех других. Участников под видео, поэтому обязательно смотрите. Ну, конечно, уже похолодало, уже у всех гринтвейны полным входом. Но кроме гринтвейнов есть и компотики, и безалкогольные напитки в том числе. Идем дальше. На фестивале представлена легендарная Ким-кафе. Вова, привет, дорогой. Привет, Саня. Это подстава. Да, подстава, как обычно, да? Мы рады тебя здесь видеть. Я еще была без этого. Ну, вы растете, мы развиваемся, как бы, и совместно все у нас получается. Вов, расскажи, во-первых, что ты представляешь на фестивале. Ну, кроме того, что твое кафе, торговая 51, все наши зрители знают адрес. Что из продукции сегодня здесь представлено? Что вот это интересное? У нас тут получается такая, как говорится, корейская уличная еда. Популярная в Корее это кимпап. Чикен – самая популярная вещь. Давай по порядку, что здесь внутри? Здесь внутри получается обжаренная курица, свежие овощи, огурцы, помидоры, сыр Филадельфия. Во что это завернуто? Секретный соус. Это завернуто в листы нори. Подается соус. Класс. Сколько такая порция стоит? Порция стоит 160 гривен. Кроме, кроме, а вы можете заказывать, девочек. Кроме фестиваля в кафе это можно купить? Конечно, да. То есть у вас уже это есть и меню, да? Да, это представлено. Давненько мы не заезжали в кимкафе. Початка у вас какой? Расскажи про… Там у нас корн-дог. Корн-дог. Что в корн-дог входит? Там, получается, идет основа, это сосиска и сыр моцарелла. Идет в кукурузном кляре с утрами, обжаривается во фритюре. И наш секретный соус вкусный. Есть секретный соус. Всегда есть секрет. Сколько корн-дог стоит? Корн-дог стоит 140 гривен. 140 гривен. Пожалуйста. Точно так же, как в кафе. Точно так же кафе. То есть у вас кофейные цены кафе, да? Да, мы не поднимали. Я понял. Не собирались. Что вот это такое? Это японский бисерд-мочи. Что там за... Это корн-дог. Это корн-дог. Баварская сосиска с рыбкой сыр моцарелла. Что... Что... Какие моти вкусы есть? Моти есть у нас кокос. Ага. Есть лимон маракуйя и... Клубничный. Клубничный. Цены на моти? Клубничный. Цены... Сколько стоит? 100 гривен. 100 гривен. Что здесь вот это? Курица или что это? Да. Это корейский чиперд. Это вот та вкусная, которую мы с тобой когда-то пробовали? Когда-то я еще экспериментировал. Друзья, когда Вова еще только вводил это в меню, я уже пробовал. Так что все нормально, есть можно. Проверено, Стан Саныч. Расскажи про курицу. Курица тоже идет. Для нее делается специальный кляр. Она обжаривается в кляре. Мы берем не в теле, а берем сочную часть, которая... Берем в курицкий, то есть бедро. Обжаривается в фритюре, добавляется соус... Пошлание, острый, либо кисло-зланд. Цена порции? 150 гривен. 150 гривен. Полное меню, всех, кто захотят, я оставлю ссылку на Instagram-кафе. Да, и напоминаю, Одесса, торговая 51. Спасибо. Это угол Старо-Порто-Франковская. Приходите, легендарное Ким-кафе. Вов, рад был тебя здесь видеть. Успехов. Спасибо. Все, пока-пока. А тут наши друзья. Вилла Тинта. Это наши одесские вина. Бессарабия. Друзья, очень-очень классное вино по доступной цене. В Одессе есть фирменный магазин Софиевская 23. Мы делали там дегустацию, рассказывали про все вина. Поэтому обязательно посмотрите это видео. Я оставлю на него ссылочку обязательно. И также ссылочку на Instagram вы можете заказывать. Ребята отправляют по почте. И также Вилла Тинта есть в торговых сетях Украины. Поэтому находите, ребят. Реально очень крутые вина. Главное, что они наши. Наши одесские регионы. Это очень-очень круто. Эколав. Алиночка, Макс. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас приветствуем. Мы вас приветствуем. Вы традиционно уже участвуете на фестивале Одесса-мама. Это ваше второе участие на фестивале? Одесса-мама, да. Одесса-мама, да. Что вы здесь представляете? Мы как... У вас же тоже вторая съемка на Одессе-маме. Мы как всегда наши вкусные сырочки. Есть вот такие для деток. Адыгейский сыр с джемиком, сладенький, диетический. Есть вот такая моцарелка внутри с родзиночками. И тоже залита джемом. Сегодня у нас есть вот такая новиночка. Козий сыр в шоколаде. Фондю, да? Вот мы его плавим в таком фондю и заливаем шоколадом наш сыр. Круто. Оригинальная идея, неожиданная. Да, вот на первом фестивале Одесса-мама у меня был эксперимент с джемом. Потом пивной фестиваль был эксперимент с пивом. Да. С сыр и пиво. А сейчас эксперимент с шоколадом. В любом случае. То есть от фестиваля к фестивалю вы развиваетесь, пробуете, меняетесь, дополняете. Да, мы стараемся для того, чтобы вас чем-то удивить и чтобы все-таки у вас была возможность приобрести и вести свой режим в действительности настоящие продукты. Пусть они специфические, вот, например, козий сыр специфический, наш ребеночек не может скушать просто так, а мы его в шоколаде приставляем, джеми. То есть и таким образом мамочки стоят и говорят, вау, у меня ребенок никогда не кушал такой сыр. А сейчас мы увидим, как пробует Сан Саныч наш новый вид сыра. А у меня есть, который взрослый. Класс. Валерич, а вы попробуете? Нет, это не при воске. Ну, разок, ну один, ну похвалите меня. Пробуй и хвали, главное хвали. Давай, класс, мне надо вкусно. Также наши сыры, ну, в принципе, три года выдержки. Овечий сыр, вот такой вот полгода выдержки в воске. Козьи сыры, массово, с розмарином, с тимьяном, с мятом, с этим, с пашетником. Чисто сливочный, гауда. Что еще у нас? Коровий сырочек вот такой. Теде Муан. Сколько он примерно весит? 500-600 грамм. У меня просто в комментариях был вопрос, сколько он весит. Я написал 400-600. Да? Да, вообще молодцы. Я помню, что около полкило, но думаю, так, что была плюс-минус вилочка и туда, и туда написал. 400-600, не обманул. Да, но некоторые, некоторые приходят и просят, а брынзочку можно? Да. Вот со специями брынзочка. Класс. Нет проблем. Солененький кто хочет, к винцу, к красному сухому вину, как вы вот обычно привыкли в наших краях. Такие вот сетики разные. Вино. Ну, ваше, конечно же, легендарное вина. Да. Да, расскажите про них, что сегодня здесь есть? Новинка вина у нас идет яблоко с грушей. Яблоко с грушей? Тут обалденный аромат. Я сама вот никак не могу, вот просто вот, ну, просто получаешь удовольствие. Ой, ой, заберите, потому что посрытку, да? Вам не дам. Нет, мне нельзя, я за рулем, вы знаете. Я знаю, ваше безопасность. Чайная роза тоже вот по аромату можно. Ну, чайную розу я знаю, мы даже ее пробовали, она у вас шикарная просто. Да, вот, вот, если посмотреть целые бутылочки, вот такая красота. Да. Там я уже трогаю бутылочки. Вот такая красота. Это яблоко. Ага. А вот теперь груша с яблоком. Угу. Правда, класс, красота. Ну, это фруктовая вина, то есть, мне кажется, что такого вина, ну, вы нигде не попробуйте, кроме у меня. Я уверен, что мы нигде не попробуем, кроме как у Алины. Номер телефона, по которому можно все это заказывать? 099-479-57-44. А ваш инстаграм я оставляю под этим видео, есть ссылочка. Все, кто хочет, можно зайти, подписаться на вас и, собственно... Подписывайтесь, спрашивайте, всегда отвечу по возможности. Ага. Ну, и придумаем что-то новенькое, предоставляйте варианты, желания ваши, требования. Вы всегда каждый раз что-то новенькое придумываете, друзья. Видите, на этом фестивале у нас вот такая вот а-ля тыквочка, да? Да, да, да. Она, конечно, на второй день немножко устала, вчера была поярче. У нее была такая прическа с листиком, а мальчик был такой вот с рожками такими, ну, уже подустала. Моцарелла очень вкусная. Да. Да, а вот тыквочка, которую Максим сделал. Он еще и рукодельник, оказывается. Конечно. У него выбора нет в такой... У него выбора нет. Я думал, он пока вино делает, а он, оказывается, еще свободно от вина время тыквочки вырезает. Да, да, да. Ну, вот шикарный сыр, ну, правда, согласитесь, в разрезе, бомба. А вот такой пятигодовалый севечевого молока. Ой, это что я люблю, я знаю, да. Видите, друзья, вот то, что же не свежее, просроченное, да. Ой, не пугаем людей, но те, кто приходят... Да, не пугаем людей, это а-ля, а-ля пармезан. Да, это все домашнее, натуральное, то есть вот это плесень. Это благородная плесень, мы знаем это. Я сейчас посетил, друзья, вообще, кто впервые, как бы, вдруг смотрит мой канал, мои видео. Алина у нас сыровар. Сколько лет уже стажа у вас именно сыроварения? До 5, 4,5. 4,5 года вы варите сыры, а брынзу у вас, ну, из поколения в поколение, да, вы делаете... Да, 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 я всегда говорила, что я хочу что-то добиться больше, чем мама, но дети так и должны быть, то есть мама у нас да яркая была, то есть потом брынзочку делала, творожок, все это, а мне хотелось что-то новое, что-то особенное. Ну, понятно, что от семьи, от традиций ты далеко не уйдешь. Ну, и мы вот с сырочками. Для вас все стараемся, потому что мы идем в ногу в современный мир, и мы стараемся все сделать для того, чтобы вас чем-то удивить, и чтобы у вас не было шансов выбрать химию, а только прийти к нам. Есть натур-продукт, крафтовые сыры, очень классные, причем, чем они отличаются от магазинов, что они каждый раз имеют отдельный особый вкус. То есть неповторяющийся, правда? Да, да, да. Ой, это не только отдельный вкус. В моем случае, когда мне вот заказывают сырочки, бывает такое, сделают 10 видов сыров, закажут, но мне так сложно в плане того, что вот молодой сыр, вот этот вот моцерельный, да, делается сутки, и сразу он должна отправить. Эти сыры, они там подготавливаются перед продажей, перед тем, как на выставку, за неделю. То есть к каждому сыру нужен свой подход, потому что он по-своему вызревает, по-своему хранится, что у нас, что у вас, и также готовится у него разная рецептура. И то, что я взяла на себя такую ответственность с разным ассортиментом вас удивляет, ну, это очень большой труд. Я надеюсь, вы поймете, когда будете делать заказы и ждать, пока я вам буду готовить все свежайшее, предоставлять так, как нужно. Посмотрите, какая у нас сегодня витрина. Вот такая. Кстати, сыр с грушей, очень вкусно, из яблока. Идеальное сочетание, я согласен, да. Да, вот это не зря. У нас вот такие вот грушки домашние, классные, они разные. И вот так как сейчас повышенная влажность, вот этот вот сыр, суркис называется, простым народным словом, чтобы было понятно и ясно, твердый йогурт. То есть делается йогурт, и с этого йогурта потом получаются такие сырные шарики, которые вылакиваются в специи, и он понемножечко при повышенной влажности, в комнатной температуре, или как сейчас, он вызревает. И вот он буквально за день набрался вот такой плесневатости, и это очень вкусно и очень полезно. И я даже вот сегодня рассказываю людям, оставили в комнатной температуре, он нарастает плесень. Поставили в холодильник, он приостановляет плесневатость. Это специальный сыр, придуманный для вас, чтобы вы могли также экспериментировать, пробовать, чувствовать вкус изменения этих сыров. То есть вы утром встали, он одного вкуса, на вечер вы с бокальчиком вина, он уже поменял вкус. То есть вы тоже будете участвовать в том же вызревании сыра, и это очень важно и интересно. Супер. Арина, что вы нам еще интересного расскажете? Не хочется от вас уходить, от ваших сусляжок. Да, у меня вот этот сырочек три года, я его не часто привожу. Смотрите, он с такими яркими травами, тут идет мята, розмаринчик, но сыр его как-то так вот разбавляет. И оно становится и ярким, плотным, как пармезан-сырочек. Ну, в принципе, это надо пробовать. Это нужно просто иметь контакт с этим сыром для того, чтобы его прочувствовать и войти в этот вот адреналин, в эту атмосферу. Вот даже вот ко мне приходят мои клиенты с привоза, да, говорят, о, тут по-другому мы чувствуем сыр. Да, вкус другой, да? Да, да. Ну, то есть это тоже интересно. И я вот благодарна, конечно, организаторам. Насколько бы не было сложно в нашей ситуации организовать вот такой вот праздник. Очень круто сделали, согласен. Ну, я вот смотрю, я пожалела, что я своего ребенка сюда не взяла. Я понимаю, что мне тут нужно работать, с людьми общаться, но за ней нужно смотреть. Вот. Ну, детям нужно это видеть. Я понимаю, чтобы она увидела, как детки поют песенки. Она бы сказала, мам, я хочу стать певицей. Или там увидела, как... Это мотивация дополнительная, да. Это очень важно, да. И развитие, да. В нашей ситуации сейчас сложной такой военной. Деткам нужна эта помощь. Какой бы это был Хэллоуин, Новый год или что-то, что-то либо, да. У бабушек там Пасха есть. Но детям это нужно. Они себя проявляют. И я сегодня реально смотрела, я забыла про сыры, смотрела на детки, как они пели песни. Может быть, у них не так прекрасно это получалось, потому что это на сцене, это неуклюжо, как они танцевали. Сегодня даже были детки, которые, как правильно сказать, немножко с недостатками, или как правильно говорить. Особенные детки, я бы так сказал, да. Особенные детки, да. Я просто одного знаю, потому что мамочка приходит с этим мальчиком. Они вчера не смогли выступить из-за тревоги. И когда мы заходили сюда раньше времени начинающего фестиваля, они уже стояли на улице, ждали, когда же они выступят, проявят себя. Но это приятно, когда у детей есть стремление. И почаще бы так было. Хотя бы ради детей. Как бы это ни было. Да. Алина, огромное вам спасибо. Напоминаю, что вас можно найти на привозе каждый день. Да. Каждый день, да. Телефон мы сказали, инстаграм есть, друзья. Всех, кого заинтересовали сыры, обращайтесь к Алине. Огромное вам спасибо. И вам спасибо. Удачи. Вот такая вот тоже фотозона. Вот так тоже можно сфоткаться. Круто, кстати, придумали. О, кстати, вот организатор. Оленька, здравствуй. Мы рады тебя видеть. Держи микрофончик. Да. Слушай, огромное тебе спасибо за мероприятие. Вам спасибо. Всегда рады видеть. На самом деле мы уже пообщались с участниками. Все говорят огромное спасибо. Все получили массу эмоций. Дети кайфуют. Я смотрю, что для детей вы в этот раз постарались очень сильно. У вас всегда все очень круто. Но в этот раз, мне кажется, за счет того, что еще эта атмосфера Хэллоуина, вот, ну, супер. Расскажи мне, пожалуйста, вообще, цель мероприятия. Вот, ну, ты их проводишь достаточно регулярно и долго. Был перерыв, понятное дело, но сейчас ты возобновила. Цель этих мероприятий? Ну, прежде всего, это, конечно же, наше светлое будущее. Это детки. Все для деток. Потому что в такое нелегкое время, я считаю, что для детей делать такие праздники, ну, это нужно, как минимум, вот, всем деткам. Надо развлекаться, надо коммуницировать, общаться, танцевать, развлекаться. Потому что, я же говорю, опять повторюсь, время нелегкое. Время нелегкое, но темнее детей грузить вот этими проблемами, портить им психику точно нельзя. Их максимально нужно от этого оградить и дать им как раз атмосферу отвлекать. Все правильно. Вы справляетесь с этим, потому что мы видим, как детки и танцуют, и поют, и выступают. Это супер просто. Это так умиляет, это прямо вальзам на душу, правда. Да, цель, я когда смотрю на это, думаю, боже, цель достигнут. А мы, как бы, собственно, для этого и стараемся. Это основная цель, да? Да. Скажи, пожалуйста, уже мы общались, вот, опять-таки, с участниками. Все спрашивают, когда будут следующие мероприятия, потому что все довольны, все хотят участвовать. И когда будут следующие мероприятия? Смотрите, прямо у нас не могу сделать в плане именно фестиваля, но у нас, помимо фестиваля, мы же детям дарим радости и спектакли мы проводим. В общем, следите за нами в инстаграме. Вот мы покажем, извини, да? Да, Одесса ивентсклаб. Я оставлю ссылку под этим видео на ваш инстаграм. Вот, как только появляются какие-то мероприятия, у вас сразу же... Да, там анонсы всегда, да, всех мероприятий, это концерты, это театры, это фестивали. Что ближайшее будет из концертов? Ближайшее будет, мы планируем, сейчас закрываем, прям даты конкретно не могу назвать, вот, но я же говорю, будут и спектакли, и конференции для девочек мы еще проводим, вот, радуем наших дам, скажем так. Ближайшее, прям ближайшее, не скажу сейчас, нет. Стендап, мне кажется, я видел, да, будет там, стендап будет. А, я совсем забыла, ты еще и видишь, да? А я слезу за твоим инстаграммом. Стендап, да, будет. Так что, да, мы еще стендапы проводим, мы и концерты проводим. Это в Бейтгранде, да? А, не только. Нет, не только. Ну, да, по-разному. Я же говорю, следите в Одессе ивентсклаб, все там есть. Да, друзья, следите обязательно за инстаграмом. Ольга. А также хочу еще сказать, что все наши ивенты, абсолютно все, проходят на поддержку ЗСУ. И не только. Мы помогаем деткам. Также есть этому доказательства на наших страницах. Вот, у кого есть вопросы, что мы там делаем праздники, танцуем во время войны. Мы делаем праздник для людей, для детей, чтобы их отвлекать. Ну, и также мы помогаем, правда. Это супер, огромное вам за это спасибо и низкий поклон на самом деле. Оль, еще раз говорю, что вот по мне то мероприятие вот мега удалось, потому что мы пообщались с участниками. Ну, все довольны. Все общаются с посетителями, так сказать, да, с детьми очень много общаются. Глядят, что все супер. Огромное вам за это спасибо. Спасибо. Мы ждем, мы ждем еще таких мероприятий, потому что действительно это очень важно в наше время. Тебе огромное спасибо. Я еще раз говорю, что все ссылки на все твои инстаграмы, соцсети будут под этим видео. Я понимаю, ничего личного, только бизнес, там телефон уже у тебя. Мы тебя не будем больше отвлекать. Спасибо тебе большое. Спасибо большое. Пока-пока. До новых встреч. Здравствуйте. Добрый день. Добрый вечер уже. Да. Дивите, девчатки, какие хорошие, прекрасные. Работают такая мастриня. Это так хорошо. Хорошо и супер чудово, и супер сучасно. Вы купили себе, да? Да, да. Я купила особи. Ой, класс, класс. Как? Как вас зовут? Виктория. Виктория, вы 10к? Да. Как вам фестиваль? Супер. Супер. Вы раньше были на 10 маме уже? Мне очень жаль, что монстров забрали. Ну, это отдельная тема. Мы сейчас как бы про фестиваль, а не про монстров. Фестиваль супер. Мне все очень нравится. Но у меня боль за то, что монстров забрали. Правда. Тут много локаций для детей. Ну и, в общем-то, дети здесь отрываются по полной. Это очень круто, мне кажется. Мы приехали сейчас дня. Да. Мы уезжать не хотим. Вы тоже здесь с детьми, да? Да, да, вот, да. Где-то они там веселятся, да? Да, у нас двое детей, да. Ну, мне кажется, в наше время как раз для деток вот такие мероприятия должны быть. Мы вообще никуда не выходим. Никуда не ходим, потому что, ну, все понимают. Но вот такие вот мероприятия, она пришла в ведьма, в одежде ведьмы. Она хотела. Это прикольно. Готовился ребенок, да? Она готовилась. Это прикольно, это классно, очень классно. Ну и пока дети отдыхают, вот для родителей тоже вот, вот, хендмейда здесь очень много красивого. Можно посмотреть. Еще очень вкусно. Еще вкусно, да. Мы тоже уже показывали, да, супер. На самом деле и вкусно, и красиво, и люди все приятные. Очень. Да? Ну вот чувствуется, что все это делается с душой. Да, все подвлажно. Есть только костюмированных деток. Да, круто. Да, да, да. Круто. Спасибо вам большое за отзыв. Спасибо. Хорошо вам отдохнуть. Дорогие друзья, прямо сейчас, прямо сейчас я прошу вас, позовет встречать мастер-класс по карате від клубу БАРС і ваші облески. Come on. Мастер-класс по карате від клубу БАРС і ваші облески. Мастер-класс по карате від клубу БАРС і ваші облески. Мастер-класс по карате від клубу БАРС і ваші облески. Мастер-класс по карате від клубу БАРС і ваша облеска. Мастер-класс по карате від клубу БАРС і ваша облеска. На один крок передняя нога, задняя нога подтянула, делаем удар левой, забрали, крок назад. Крок, добре, отнесли. Крок вперед, ударили. Молодці! Ще один удар вивчимо і ми будемо відпочивати, якщо ви захочете. Якщо ще захочете, може продовжимо. Так, зараз вчимо удар ногою робити. Має гері. Підняли, вдарили, забрали. Ручки біля голови, підняли, вдарили, забрали. Добре. Ще раз тримайте, тримайте. Всі бачать. Я вперше з мікрофоном роблю удар. Ну настільки так. Забрали. І тримаю стійці. Добре? Олександр, я приветствую. Приветствую вас, приветствую. Огромне спасибо. Огромне спасибо, во-первых, за мастер-класс. Я видел, как детки вовлечены. Вообще, настолько крутое мероприятие. В этот раз очень много детей. И все чем-то заняты. Это очень круто. И вот, мне кажется, на вашем мастер-классе вообще было больше всего деток. То есть, детки тянутся к спорту. Это круто? Да. Это очень круто, что в наше время детки тянутся к спорту. Несмотря на ту ситуацию, которая происходит в стране, родители огромные молодцы, что заботятся о здоровье ребенка, о развитии и отдают их на спортивные секции. Неважно, будь это карате, либо еще какие-то другие виды спорта. Главное заниматься, поддерживать свой здоровый образ жизни и повышать свои физические возможности. А если те, кто ходят к нам, то, естественно, огромным плюсом есть то, что они еще, помимо всего этого, учат еще и защититься сами. Сами себя защитят. Ну, и уверенности добавляет сразу. Конечно, естественно. Это все добавляет уверенность. Саш, ты говорил, что во всех районах города есть залы, да? Какие это районы, если можно, адреса. И как найти? Все адреса. У нас более 12 залов. Могу какой-то зал забыть, но важнее всего это просто позвонить по главному центральному нашему номеру основному. Это 063-583-4163. Это лично вы набираете представителя нашей организации. Он вас направит в какие залы вам интересно. Ближайшие в любом районе? Да, ближайшие залы, да, районы. Больше всего залов это Черемушки, Таирово, центр города. Да, да. Есть седьмое небо, есть посолок Котовского. То есть во всех районах. По всему городу есть. Да, также есть за городом у нас несколько залов. Вот. В Дальнике у нас есть. А, ну круто. Да. В Амангарде вот есть в этих. Ну и также под этим видео я оставлю ссылочку на инстаграм. Да. Да. Могут подписываться и там. Конечно подписывайтесь. Карате Одесса. Да. Вот. И всегда будем рады, ответим на все вопросы. И для каждого есть группы, для каждого уровня ребенка. Кто-то развит больше, кто-то уже когда-то занимался. Кто-то наоборот совсем новичок. Есть разного рода группы, то есть для каждого уровня. Самое раннее во сколько можно прийти? От четырех лет, занятия от четырех лет. И может позже. Любой. Безлимитно, да? Да, безлимитно. То есть Сан Саныч тоже может прийти и заниматься? Да, без проблем. Вы приходите, буду рады видеть. Друзья, мы максимально вам постарались показать все, что происходило на фестивале 5 ноября. Это воскресенье. Он был еще и вчера, в общем-то в субботу. Следите за моими анонсами. Как только будут появляться новые фестивали, мы обязательно об этом будем сообщать. Поэтому мой инстаграм всегда там сторисы, рилсы. Ну и, конечно, тикток. Под видео есть ссылка на тикток в том числе. Друзья, взамен за вот эту информацию мы от вас ждем жирный-прижирный лайк. Вот такой вот. Или у Валерича тоже бывает иногда вот такой, например. Если вы до сих пор еще не подписались на YouTube-канал «Взрослый разговор», то уже настала пора это сделать. Прямо под видео есть кнопочка «Подписаться». Нажимайте на нее. Рядом с ней нажимайте на колокольчик, и вы точно не пропустите ни одного видео на моем канале. Ну и не будьте жаденными. Обязательно поделитесь этим видео с друзьями в соцсетях. Там тоже все очень просто. Прямо под видео есть кнопочка «Поделиться». Нажимайте на нее и разбрасывайте это видео по всему интернету. Я Сан Саныч, это Александр Валерьевич. Мы в Одессе в замке монстров на французском бульваре 28-30. И это репортаж с фестиваля «Одесса-мама» Хэллоуин. Мы желаем вам мира, добра, любви и счастья. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok